Здравствуйте! Вы смотрите программу «Давайте пробовать!» Сегодня с вами я, Игорь Костенков, а поговорим мы о технике для взрослых и детей. Узнаем, до чего дошел прогресс в области медицины и грозит ли Красноярску нашествие роботов. Но не только об этом пойдет речь в нашей программе. Вы узнаете это место? А? Узнаете, узнаете? Ну, конечно, узнаете, если вы были на праздновании дня рождения краевой столицы в прошедшую субботу. Ведь именно здесь располагалась площадка телеканала «Енисей». Давайте вспомним, как здорово было в тот день и с кем нам удалось пообщаться. В городе ожидается ясная солнечная погода. Не нужно за границу уезжать, тусим здесь. Весь город от всего моего крохотного сердца и поздравляю тебя с праздником. Это самый лучший день в моей жизни. Пусть вам будет очень весело в этот день. С днем рождения, город! Поздравляем! Мы находимся на дне города. У нас площадка нашего любимого телеканала «Енисей». И это программа... Давайте пробовать! Мы сегодня с Викторией решили пройтись по всему проспекту мира, потому что он стал пешеходным. Ни одного автомобиля здесь нет. И люди просто гуляют, наслаждаются августовским солнышком. И, конечно, той атмосферой, которая сегодня здесь царит. Ну, а теперь, я думаю, пришло время попробовать все интересное, что здесь есть. Пойдем? Пойдемте! Пойдемте все вместе! Мы пробуем общаться со всеми жителями нашего большого края на этом большом празднике Красноярска. И вот сегодня у нас гости из Шарепова. Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Галина. Галина! Ну, расскажите ваши впечатления от сегодняшнего, всего происходящего. Я приехала на праздник, специально приехала на праздник. Вчера смотрела фонтаны, открытие моста, подсветку. Так здорово, так замечательно, что наш день с актером в Шарепова отложил сюда фонтан. На самом деле это волшебство. Правда, волшебство. Попробуем? Давайте попробуем. Красота получается! Итак, даже я сейчас не знаю, что получилось, но это первыми увидят зрители нашей программы. На дне города можно было встретить вообще невероятных людей. У нас сейчас рядом стоят просто суперзвезды Анастасии и Дарья Баяндины. Двухкратные чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию. Девушки, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо! Вы сделали 10, это на бронзовый знак. Виктория, поздравляю тебя! А-а-а! Это невозможно! Это невероятный просто результат! Как такое? Ты видела, к чему надо стремиться? А вот мы готовимся к универсиаде. Решили попробовать себя в керлинге. Вика, ты как к этому виду спорта относишься? Я положительно, но совершенно не знаю правил. Совершенно не знаешь правил. Я думаю, что для нас сегодня правило только одно – катать камень как можно дальше. Попробуем? Давай! А Игорь решил не отставать от маленьких юных красноярцев и тоже пустился в пляс, потому что сегодня на Дне города сложно было удержаться. Здесь очень весело. Игорь, ну что ты хочешь все-таки увидеть-то? Я не знаю, я хочу увидеть все, просто не понимаю, хватит ли нам сил на это все. Поверьте, нам хватило сил обойти все локации на проспекте мира. И мы нашли то, что в полной мере соответствует теме сегодняшней программы. Это вы увидите чуть позже. А сейчас давайте подойдем к памятнику святителю Луке, человеку, спасшему многие жизни. И не зря мы это делаем. Вот, вот на кого нужно равняться всем студентам-медикам. В его время успешный исход лечения зависел исключительно от знаний и мастерства врача. Но сейчас на дворе 21 век, и в помощь нам невероятное количество технических приспособлений. Во всем их разнообразии пробовала разобраться Виктория Карлова. Болезнь сахарный диабет лишь условно называется болезнью. На самом деле это образ жизни. Врачи сходятся в одном. Чтобы не попасть в группу риска, нужна профилактика. А это здоровое питание и движение. Также как минимум раз в полгода каждому, независимо от возраста, необходимо взять за правило измерять сахар в крови. Делать это теперь можно самостоятельно. Современные технологии не стоят на месте. И с каждым годом появляется все больше и больше технических приспособлений. И найти их легко в Красноярске, как и другие медицинские товары. Благодаря вот такому биохимическому анализатору есть возможность постоянно контролировать уровень холестерина, глюкозы, мочевой кислоты и уровень гемоглобина в домашних условиях. Прибор свободно помещается в ладони. Удобен в использовании и незаменим для людей, страдающих диабетом. Для людей с ослабленным зрением есть говорящие глюкометры. С помощью него слабовидящие люди могут самостоятельно проводить измерения глюкозы. Расслабьтесь, пожалуйста, во время проведения теста. Облегчают жить страдающих сахарным диабетом и инсулиновые помпы, которые имитируют действия поджелудочной железы и в течение суток вводят инсулин в организм человека при помощи инфузионных наборов. Инсулин по трубочкам поступает по определенной программе вместо инъекций. Можно к такой инсулиновой помпе установить систему непрерывного мониторинга глюкозы, то есть беспроводной технологии. С помощью сенсора данные об уровне глюкозы в крови поступают на помпу каждые 5 минут. Это помогает лучше понять тенденцию изменения уровня сахара в крови. А это последнее слово в технологии введения инсулина без помпы. Это маленький инъекционный порт, который позволяет вам вводить инсулин без необходимости прокола кожи во время каждой инъекции. Это уменьшает страх перед уколами. Его легко установить и просто использовать. Порт можно носить до 3 дней, не меняя свои обычные привычки. А если вам нужно провести тест в домашних условиях на наличие антител КВИЧ, гепатит Б и С, сифильс и даже на инфаркт, отличное решение экспресс-тесты. Достоверность тестов 99%. Товары для улучшения и облегчения жизни вы можете приобрести в социальном магазине Диачек. Магазин сотрудничает с лучшими европейскими и российскими производителями медицинского оборудования и товаров. Доставка по всему Красноярскому краю. Берите на заметку, но помните, всегда необходима консультация врача. А мы вновь на высокотехнологичном проспекте мира. Этим летом отсюда исчезли все провода и появились новые, немного футуристичные фонари освещения. Да, прогресс не стоит на месте и увлекает за собой каждого из нас. Но разве мог Александр Сергеевич солнце русской поэзии только попробовать предположить, что дети променяют книгу на какой-то там электронный планшет? Конечно, не мог. Он не знал, да и не мог знать, на что способен крутой детский планшет. Сегодня мы поговорим с вами о детских планшетах. То есть планшеты, которые предназначены в основном для детей, для детского использования. Замечательная тема, что в первую очередь они имеют ударопрочный корпус. Они более прочные, чем, допустим, взять обычные планшеты. Очень огромный плюс, что у планшета есть уже сразу встроенный детский стол, где взрослый человек может установить контроль. То есть вы можете установить время, которое будет ребенок проводить в планшете, количество приложений, которое он сможет скачивать. Некоторым родителям не нравится то, что ребенок может сидеть 4 часов, 5 часов. В этих планшетах можно ограничить время действия. То есть ребенок просидел час, планшет заблокировался. Чтобы его разблокировать, нужно решить какую-то, допустим, несложную задачу, но задачу, с которой ребенок порядка справится. Выход в интернет есть, но он будет осуществляться только через Wi-Fi. То есть в планшет не встроен 3G-модуль, то есть сим-карту он поддерживать не будет. То есть ребенку она, по сути, ей не нужна. То есть планшет идет именно на домашнее использование, либо использование где-то рядом с родителями. Это у нас универсальный планшет, то есть он подходит и мальчикам, и девочкам. Поклонникам какого-то определенного мультсериала есть другие планшеты. Многие девочки любят мультик «Даша-путешественница». Есть вот такие замечательные планшеты именно под мультик «Даша-путешественница». Также есть различные черепашки-ниндзя и еще различные мультфильмы, которые почитают смотреть дети. Да, надо брать. Детский планшет – хорошая вещь. То есть каждому ребенку, я думаю, это будет интересно. Современные гаджеты – это, конечно, хорошо. Но всегда в почете мастеровитые люди, которые не только пробуют, а могут своими руками и поломку любую устранить, и робота-терминатора создать. Это вот наш последний, предпоследний экспонат, который попал недавно в европейскую прессу. Называется «Дрекстер-22-18» в стиле «Безумный Макс». «В кабуре шампуры под сидением мангал сбоку строительный пистолет. Вооружи его болтиками, и он будет пулять», – описывает Сергей Кулагин. На этот проект «Девногорец» потратил три месяца, использовал сотни деталей, и за семь лет своего увлечения данным творением скульптор гордится больше всего. Раньше я спортом занимался, вся жизнь была связана со спортом. Когда-то пришлось уже зарабатывать деньги, спорт не приносил денег. Отец делал автомобиль, и я пошел с ним год за годом. Постепенно все начало хорошо получаться. Ну и была идея, робота хотелось сделать. И было вдохновением, что у меня должна была родиться дочка. И я начал строить робота первого. Сейчас он у нас с частью выставки стоит в нашем Девногорском ДДТ. В кураж вошел, все лучше и лучше начало получаться. И с каждым годом рука набивается, все интересные вещи получаются. Вот из этой кучи хлама скоро появятся новые роботы, фигуры, скульптуры. И вот это конкретно уже заготовка на руку робота одного из наших. Ветер дунул, будет крутиться. У Сергея двое детей, и они главный источник его вдохновения. Для них он просыпается по утрам и приезжает рано утром в мастерскую. Для них ваяют штуковины, которые точно порадуют любого ребенка. Как, например, вот этот самодельный автомобильчик. У меня самого всегда была мечта в детстве вот такой автомобильчик на педальках. Ну и думаю, что у детей он уже был сразу, раз могу сделать. Позже будет в него вставлен какой-то мотор, аккумулятор, чтобы уже нажал педаль и поехал. Сергей делает для ребятишек различные маленькие сувенирные фигурки. По настолько отработанной схеме, что он может их сваривать с закрытыми глазами. Буквально. Как у художника, эти, краски, у меня краски, это вот всякие мелкие железячки. И я знаю, что куда воткнуть. Когда процесс идет, вот я просто сразу как начал их не останавливаться, могу несколько часов сидеть разных, лепить. Какие-то простые получаются, какие-то прям прикольные. Какую-то базу, материальную охоту пока в состоянии молодости, пока надо состроить детям. Это все для всех. В общем, то есть вдохновление это мои дети, а делается это для всех. Ну что, все не зря. Людям нравится, детям нравится, дети довольны. Ну, в душе спокойно. Вы знаете, я очень надеюсь, что нашествие разумных машин так и останется фантазией кинематографистов, и мы будем жить в привычном нам мире. Хотя сейчас создавать подобные устройства пробуют даже самые маленькие красноярцы. Вот с одним из прототипов популярного робота Валли мы с Викторией Карловой и познакомились на дне города. Давайте посмотрим на продолжение нашей праздничной прогулки. Вика, представляешь, нашли мы с тобой роботов. То самое технологичное, что ты хотела. Хотя говорят, это пока микролокация. Где-то есть большая локация с этими роботами. Я очень хочу ее найти. Давай поищем. Давай, давай попробуем хотя бы сейчас вот эти маленько подвигать. У тебя экскаватор. А сейчас у тебя будет восторг. Посмотри. Расскажите, что у вас здесь такое интересное? Представляем роботов, которые дети собирают на наши занятия по робототехнике. Здесь представлены роботы на базе платформы Ардуино. Робот, который ездит и объезжает ребятки. С которым мы уже пообщались. Дальше у нас есть робот управления через блютуз с телефона. Также у него есть захват, который управляется через сервоприводы. Робот-квадробот. Его можно включить, он чуть-чуть подвигается. Также управляется он через блютуз с телефона. И последняя версия – это робот проезда по лабиринту. Вот это все делают дети? Да, у нас робототехника с пяти лет. Дорогие наши зрители, мы постарались показать вам максимум того, что увидели сами на этом дне города. И попробовали все самое интересное, уникальное и забавное, что было на празднике. Но хотим вам сказать, что не ждите каких-то особенных дней, а пробуйте сами каждый день создавать для себя какой-нибудь замечательный праздник. На этом дне города было действительно классно. Давайте встретимся в следующем году на площадке телеканала «Енисей». На этом у меня все. Вы смотрели программу «Давайте пробовать». С вами был Игорь Костенков. Увидимся, как всегда, через неделю. И за это время обязательно попробуйте что-нибудь новенькое. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!